Моментно была проведена работа с целой аудиторией, где было более 30 человек. То есть, представляете, вот сидит такая аудитория, и сразу запускается процесс регенерации у всех людей, который, в общем-то, шёл, а у некоторых даже результат был достигнут прямо в это время, вот во время этого общения буквально в течение одного часа, пока мы на эту тему разговаривали, беседовали, я объяснял, как происходит эта регенерация, я старался объяснить определённые духовные аспекты этих процессов. И, например, одна женщина, у которой были парализованы три пальца, вот эти вот большой, указательный и средний на правой руке, у неё прямо сразу же, вот в этот момент, они опять обрели гибкость движения, хотя она много лет уже не могла ими пользоваться. Тем более, что в этот раз наша работа сопровождалась наблюдением медицинской комиссии. Узглавляла женщина-профессор из Медицинской академии наук и три врача, которые по каждому нашему действию составляли протоколы и подписывали их. Там же была проведена регенерация, окончательная регенерация ноги одного нижегородского предпринимателя, Алексея Курашева, с которым мы, в общем-то, начинали работать достаточно давно. И мы с ним много чего удалось в своё время достичь. У него была трофическая язва на ноге, величиной с кулак, была гангрена, по поводу которой ему хотели удалить ногу, и он, в общем-то, отказался сознательно, сказал, что я лучше умру, чем я там себе отрезать эту ногу. И мы с ним, в общем-то, начинали работать ещё в прошлом году, и немало удалось достичь. Но в этот раз просто, тем более, что это сопровождалось приборным сопровождением медицинским, то есть у него был сделан определённый снимок его ноги, и, кстати, скоро выйдет фильм, телевидение это всё снимало, показывали эту ногу, и в этом фильме, он уже в июне будет готов, вы увидите этот кадр, как буквально через день эта трофическая язва полностью затянулась, значит, там не было ни швов, ни рубцов, что удивляло, так сказать, профессора, которого обследовал, профессор Серовский из Москвы, очень известный учёный, заведующий отделением нейрореаниматологии Института Бурденко. Значит, ну, в общем-то, одной светил в этой области человек, который около 30 лет реанимировал мозг человека, его буквально даже там, в Нижнем Новгороде, люди знали, врачи, которые, так сказать, участвовали, вот, Нижегородский, они его знают просто по имени, знают, кто это такой. Вот там вы, когда будете смотреть фильм, вы увидите его замешательство, он время от времени как-то впадал в такую прострацию, и вот так подносил пальцы вот сюда, говорил, я не знаю, как называть эту энергию, я не знаю, как вот это случилось, то, что случилось, невозможно, но это случилось, значит, практически язва полностью затянулась, кожа появилась молодая, то есть там, где была чернота, там, где была синяя, вот это гной, всё это исчезло, была молодая кожа, и что его особенно потрясло, он говорит, ну, там же должны быть хотя бы рубцы, нету даже рубцов, нету даже стяжек вот от этого, так сказать, процесса. И таких, в общем-то, вещей можно рассказывать много, даже до курьёзов, например, вот здесь сидит женщина, я сейчас, может быть, даже обращусь к её помощи, потому что это просто очень забавный случай. Он вообще не планировался нами, и никак, так сказать, не был вот каким-то следствием каких-то особых воздействий, потому что человек просто прочитал книгу, трёхтомник, там, где описывается рост зубов, и подумал, вот если бы у меня так зубы выросли, только она это подумала, через какое-то время у неё там золотой мост был, он упал. Значит, этот мост упал, она стала искать вот свою подругу, стоматолога-врача, значит, и никак не могла её найти какое-то время. Значит, и она не могла её найти ровно столько дней, сколько у неё росли вот эти коренные зубы с левой стороны, верхняя часть, значит, этих зубов. То есть, когда она её нашла, то она её только могла констатировать. Вот у меня мост упал, так говорит, ну приезжай сейчас, ничего, никаких проблем, сейчас всё поставим. Она говорит, да нет, у меня уже новые зубы выросли, теперь уже врач был в очень большом удивлении, но здесь вот она находится, может быть, вы расскажете об этом случае сами. И самое интересное, что мы вчера вели съёмки о регенерации, и у нас было очень много там моментов, там вот, ну вот, об этой язве-то всё снято, да, допустим, регенерация репродуктивных органов, много материалов было, по зубам не было. И когда мы вот как раз стоим на улице и говорим, вот если бы ещё и зубы, и вдруг, вот буквально через минуту появляется человек и докладывает о регенерации этих зубов. Ну вот, вот скажите, что случайность то, что она не могла найти врача, случайность то, что она появилась здесь именно во время этой съёмки, когда именно сказали о том, что вот если бы ещё человек с зубами, ещё у нас вообще был бы полный, так сказать, ну, процесс предъявлен, так сказать, по регенерации. Ну хорошо, расскажите, Саня, как у вас это всё произошло. Янищеретова Галина, живу в городе Кургане, свидетельствую о том, что после прочтения трёхтомника Аркадия Наумовича Петрова «Сотворение мира» у меня произошла регенерация двух верхних коренных зубов. У меня стоял, стояли, значит, такой золотой мостик, и он вдруг зашатался. Когда он у меня сошёл, я огорчилась. И буквально через месяц была отёчность дёсен, как бы десна набухла. Я просто подумала, что это воспалительный процесс. А потом языком обнаружила, что, значит, острые, острые у меня появились зубки. Во время прочтения книги там был такой фрагмент, когда автор рассказывает о том, что происходит регенерация зубов. И я подумала, неужели такое возможно со мной? И как было бы это хорошо, если бы у меня выросли эти зубки? А потом думаю, как же это произойдёт? У меня же коронки стоят. И вдруг у меня эта коронка сходит. Настолько удивительно было для меня. Я так радовалась, как дитя. Я всем показывала. Детям у меня внучка 13 лет. Так я без зазрения совести, как бы открываю свои очки. Они все смотрят, и правда. И все радуются за меня. И только завидают, даже можно сказать. Ой, спасибо. Я бесконечно благодарна этому факту. И такой возможности, что она появилась сейчас. И вот этим технологиям, которые сегодня существуют. Это новейшие технологии. С 99-го года у меня возникла проблема с трофической язвой голени левой ноги. Она переросла со временем, уже начиналась гангрена. Вот данный случай интересен тем, что пациент в течение многих лет стал тромбофлебидом внутренних вен. И периодически болезнь обострялась до язвенных проявлений. И много лет эти обострения наблюдались. В данном случае, после однократного воздействия энергии, которую трудно определить, но я буду называть это все-таки жизненной силой или энергией воздействия людей, которые обладают очень трудно мне говорить, комментировать в этот... Сейчас я соображу. Да, значит, и в данном наблюдении были использованы информационные технологии, которые были разработаны в центре Петрова. Достаточно было одного сеанса, чтобы компенсаторные возможности организма и, вернее, поврежденные конечности увеличились на 80%. Нет такого в медицине лекарства, которое бы могло за один сеанс, за один прием вызвать такие серьезнейшие изменения. Поэтому надо думать, что вот те технологии, которые разработали, они в высшей степени эффективны при таких состояниях. И вот эти картинки как раз демонстративно доказывают, что демонстративно доказывают эффект воздействия, который имеет место при целительстве, очень так наглядно показывают. И здесь эти точки свидетельствуют о декомпенсации кровотока в нижней конечности, а внизу вот точки желтые свидетельствуют о очень оптимально возможном эффекте в данном случае. Оптимально. Больше даже сложно себе представить, что это возможно. Проблема ушла. То есть сейчас остается незначительное там повреждение на коже, но уже таких изменений в венозном и кровяном снабжении ноги, то есть никаких нет. Изменилось наверное мое мировоззрение и мировосприятие. Я считаю, что я сейчас абсолютно здоровый человек. это же можно видеть фантастику, но это реальность, это люди, люди, с которыми это произошло. Стоило ли мы в это поверить, с этим соприкоснуться, этим воспользоваться, и это происходит. Почему это происходит с теми людьми, которые начинают к этому прикасаться? Так что можно всегда остаться в стороне и не прикасаться к этому, потому что здесь же насилия-то никакого нет. Хочет человек получать эти знания? Получает. Не хочет, не получает. Но вот те, кто прикоснулся, это же